Привет, я Энни Мэджик, и ты на канале моей семьи Magic Family. Сегодня здесь нет, как вы видите, со мной моих собак, кошек, потому что я не хочу передавать им свою печаль, грусть, лишний стресс им создавать. Я стараюсь этого не делать никогда, и я бы не хотела и вам это все передавать, чтобы вы переживали, печалились, грустили, плакали. Но я понимаю, что вам это нужно знать, потому что вы часть нашей семьи, вы всегда все вместе со мной переживаете, вы смотрите все ролики, вы живете, по сути, с нами, и вам, как моей семье, нужно это знать, и вы бы, наверное, на меня обиделись, если бы я вам не сказала, вы бы очень расстроились. Моя беленькая девочка-хомячок по имени Лаки умерла, ребят. Ее с нами больше нет. И она не в спячке, не где-то там, потому что... В общем, история такая. Я начну еще кое-что вам скажу про... Если я теряюсь в словах и немножко туплю, то вы уж извините меня. Я не знаю, это будет, наверное, не в тему, но думаю, я должна вам об этом тоже сказать. Достаточно много месяцев уже назад у меня началась какая-то странная аллергия после уборки клеток. То есть у меня чесались уши, у меня очень слезились и чесались глаза, чесалось все лицо, я посоветовалась с врачами и сказали, что, возможно, это аллергия на хомяков. Но я подумала, что это аллергия на наполнитель. То есть вот когда они писают, как туда вот этот наполнитель, и когда я его убираю, у меня вот это все начиналось. И даже несмотря на это, я оставила Рики и Лаки, Рики вот здесь, в этой клеточке. Я вам его покажу чуть позже. Я не захотела их отдавать, потому что они часть моей семьи. Я не могла просто представить, как куда-то отдать своих питомцев. И я решила использовать бумагу вместо наполнителя. Просто вы в каких-то видео увидели и спрашивали, почему они там бумага, а не наполнитель. Это я говорю к тому, что я даже несмотря на трудности какие-то оставила у себя Рики и Лаки, потому что я не могла, я настолько к ним привыкла, я настолько уже чувствовала их частью нашей семьи, что я просто не могла их отдать, даже если мне плохо, даже если у меня аллергия. Но несмотря на это, почему-то кто-то свыше решил забрать Лаки. Пару дней назад она стала какая-то немножко вяленькая. Ну как вяленькая? У нее уже такое случалось, когда она не бегает весь день в колесе и всю ночь. То есть обычно она просто много бегает. Она больше спала, но при этом она брала морковку, кушала ее и вообще кушала. И у нее уже были такие дни, когда она была пассивна. Я проснулась утром, собаки были со мной, Алиска, кошка тоже. И я первым делом всегда бегу проверить Рики и Лаки, как они там, что, как у них прошла ночь. Я прихожу, а Лаки как-то странно лежит, и она, ну, очень странная. Она была еще жива. Она дышала, она двигалась, передвигалась, но очень медленно. И была очень вяла. И она уже не брала еду, она не пила, она просто лежала и периодически передвигалась. Я достала ее, взяла на ручки, и она была очень слабенькая. То есть она вообще никак не реагировала, не ходила по руке, как обычно. Я сразу же позвонила ветеринару, потому что я считаю, что если вы видите, подозреваете, что с пиццом что-то не так, то первым делом нужно звонить ветеринару, ребята. Не заниматься самолечением, не ждать. Но ветеринар еще даже не успела до нас доехать, и Лаки умерла. Все вы, как и я, любите Лаки, и привязались к ней, и тоже считали ее частью семьи. И они с Рикки были такой милой парочкой. Не пытайтесь гадать, предполагать, почему она умерла. Потому что ветеринар сказала без вариантов, что это опухоль. И у хомячков такое случается, что они умирают от опухоли. При этом они могут до этого просто нормально жить, вообще ничего не происходит, и потом резко умереть. Я не хочу, чтобы вы плакали, расстраивались. Я не буду вам показывать труп Лаки, потому что это ужасно, я считаю. Это неприемлемо. Это равносильно, как если у вас умрет собака или кошка, даже хомячок. Вы же не будете всем своим знакомым рассылать фотки и видео трупа своего питомца. Я считаю, это просто неуважительно по отношению к ней показывать. Я считаю, что животные достойны такого же уважения, как и мы. И я не хочу показывать вам труп Лаки. Для меня это равносильно, если... Не хочу даже об этом думать. Умрет кто-то еще из моих животных или я, и вам покажут на ютубе видео. Вот, смотрите, это труп Ани или кого-то из ее питомцев. Я не хочу этого делать. И если честно вам признаться, то я верю в переселение душ. И, возможно, когда-нибудь она вернется. Спасибо большое вам всем за то, что вы поддерживаете всегда. Честно, вы знаете меня. Я знаю близко всех вас. Я бы не хотела вам... Чтобы вы грустили, чтобы вы печалились. Я всегда стараюсь вас поддерживать. И хочу, чтобы вы просто помнили, что все хорошо. Это должно было случиться. Это могло случиться. Акануне я снимала видео на свой канал Анимэджик про ожившую куклу Чаки. Лжевые истории. И я тогда еще не знала, что Лаки умрет. Вот Рики. Наверное, ему сейчас будет немножко грустно и скучно, потому что я часто им давала поиграть вдвоем в игровой комнатке. Они хотели побегать там. То есть они жили в раздельных клетках, но я давала им пообщаться иногда. И они никогда не дрались, никогда не цапались, не ругались, не ссорились. Ну, такой толстячочек. Красавчик. Да. Ты тоже прощаешься с Лаки. Я понимаю, что везде написано и везде говорят, что к смерти хомячкам нужно быть готовым, потому что хомячки не живут столько, сколько живут кошки, собаки и уж тем более люди. Но это грустно и тяжело. Ты, конечно же, даже не понимаешь, наверное, что Лаки больше с нами нет, потому что он не видел, конечно же, ее толстопус, толстожоп. Честно, ребят, у меня очень мало слов. Мне ничего не хочется говорить. Я не хотела бы снимать это видео, но я понимаю, что вы бы очень расстроились, если бы я вам просто тупо не сказала и скрыла бы это от вас. Я хочу, чтобы вы знали, но вы не расстраивались, учились вместе со мной, как я вам рассказывала, отпускать, прощаться. Давайте, ребят, вместе попрощаемся с Лаки. Как сказала ветеринар наша, она прожила хорошую жизнь в хороших условиях, прекрасных. Поэтому надо ее просто отпустить. Пожелаем здоровья и счастья всем нашим питомцам, не только моим, но и вашим. И Рикусику, чтобы он не скучал. Субтитры создавал DimaTorzok Я и так нечасто выкладывала фотки в инстаграм своих хомячков, а теперь там будет только Рикки. Ну и увидимся скоро в новых видео. Веселых и позитивных, я надеюсь. Субтитры создавал DimaTorzok